Здесь, за селом Бургень, было выбрано место для детского лагеря. Некоммерческая организация нашла множество партнеров, от организаций патриотического воспитания и исторической реконструкции до конных клубов и секций единоборств. Надежда собрала единомышленников, чтобы реализовать эту масштабную идею. Мы взяли свои гектары, взяли большую территорию, потому что еще планировалось спортивно-тренировочная база построиться, детские площадки построятся, планировалось привозить сюда детей с районов для совместных игр, вроде как готов к защите Родины, военно-патриотического воспитания. Но на данный момент получается, что мы этого уже не можем сделать, потому что территория оказалась свалкой. Когда выяснили, что это свалка? Когда мы дождались, что оттает немного земля, и хотели начинать подготавливать территорию к стройке. То есть у нас уже стройматериал был частично закуплен, мы уже были готовы, но земля как только подтаяла, мы заказали трактор, чтобы разровнял территорию для стройки. Когда он начал ровнять, у нас выровнялся вот этот мусор весь. Мусорный секрет отнял мечту не только у активистов, но и у всего села. Хотел им помочь в строительных отношениях, поставить там столбы, организовать это все. Но чтобы красиво было, чтобы дети села приходили, радовали все, потому что здесь заняться нечем. Как каникулы начинаются, дети шатаются туда-сюда, тут бы все, они здесь были. Также вот Шишкина ребята тут и с подволок ребята бы приезжали, то есть доходились бы здесь. То есть тоже хотел вложить полностью, что от меня зависит, со всей стороны. И с килограммой договорился, чтобы там распилили стройматериал, чтобы подешевле, потому что сейчас и доски дорого, то есть заказать это все, это большие цены. В Чите мест для того, чтобы ребенку было чем заняться, предостаточно. В районах хорошо, если местный клуб не развалился. Сейчас много речей о развитии сельских территорий и территориях опережающего развития, инвестициях в туризм, рекламы программы Дальневосточного Гектара тоже предостаточно. Но вот он, конкретный пример. Люди с честной, хорошей, значимой идеей получили вместо Дальневосточного Гектара припорошенный землей мусорный полигон. В стране уже такие примеры есть. Сахалин, Хабаровск, Приморье, теперь и Забайкальский край. В данной ситуации, получается, теряю свое право на Гектар. То есть, если я отказываюсь от этой территории, что проще всего, допустим, но я теряю свое право на Гектар, я уже не могу взять другого Гектара. Конечно, чтобы все по-человечески сделать, находились бы ребята, приезжали бы люди с города, то есть, дети бы отдыхали. То есть, деревня бы наша расцветала, расцветала бы. То есть, не угасала бы, не угасала, а расцветала. А в данный момент она у нас угасает, то есть, ничего невозможно. Люди хотят поставить, обожгутся здесь, то есть, нигде, ниоткуда помощи нету, ни от правительства, ни от чего нету. Побегают, сами побегают, а эти углы пошибают, и, то есть, это все дело бросают. А я хочу, чтобы это, то есть, все продвигалось, чтобы не ломалось, не разваливалось, а строилось. В Ростельхознадзор отправлен запрос с просьбой пояснить, как свалка оказалась дальневосточным Гектаром. Администрация шишкинского сельского поселения дала пояснение. С несанкционированной свалкой боролись, как могли. В любой лес зайдите, все усыпано вот этими всякими мусорами. То есть, как я понимаю, ни на картах, нигде для дальневосточного Гектара ее не указывали, да? Нет, это что ее не было. Что там за хранение получается? Да, там что могли, вывезли, что могли, вывезли. А то, что вросло в землю, вот вросло в землю, и там нам нужно было снимать с благородным слоем, ну, вообще со слоем, остальное присыпано землей, потому что там иначе делать было ничего нельзя. Сейчас, на данный момент, пока непонятно, что с ним делать, да? Ну, да, у нас средства бюджета, естественно, это сверх нашего полномочия, мы вывезти ее не сможем. Это вот нужно обращаться только в Чеченский район. Руководство Чеченского района пока не дало конкретного ответа, что будет с лагерем. Вариантов немного на плаву замена мусора на нормальный грунт. Еще вариант – поиск другого места для лагеря, как инвестиционно-привлекательного проекта. Но этим летом детей пришлось разочаровать. Мы очень много вложили в эти планы, в то, что мы планировали здесь сделать. Грандиозные планы, хорошие. Но нам пришлось это все везде всем отказать, со всеми, как говорится, приостановить отношения работы и дела только из-за того, что мы сейчас, на данный момент, просто в тупике и не знаем, что нам теперь делать. И гектара нового мы взять не можем, и на этом гектаре мы не можем ничего делать, тем более для детей. Вячеслав Барнинский, Николай Шумков, ЗАПТВ